Всем привет! Сегодня проверим, как у нас дела на ebay. Последняя информация, что блокируют аккаунты. Я вчера стала заходить, ноябрь месяц начинается, мне захотелось немножко тут расшевелить ситуацию на ebay, и вчера я обнаружила, что мой ebay, мой аккаунт заблокирован. Каждый раз мне выпадает вот эта табличка. Вот эта информация. Информация здесь такая, что все поменялось, стало проще, чем когда-либо, но предлагают все-таки не тупить, а быстренько перерегистрироваться. И в двух словах, PayPal теперь не работает, нужно регистрироваться на Paonir. Paonir, по нашему, по-простому пионерну, Paonir, новая платежная система. Но я смотрю, что исчезли все мои листинги, то есть у меня в активных теперь стоит ноль, и ничего я не могу найти, но я полезла сегодня повторно, чтобы понять, когда же они предупреждать-то начали, то есть когда стало все меняться. Сегодня я пересмотрела свою почту, оба аккаунта, Rambler и Mail, не нашла ничего, а вот в самом ebay просматриваю сейчас сообщения и смотрю по датам, когда же они предупреждали о том, что будут какие-то изменения. И смотрю, не взлом ли это аккаунт, не было ли какой-то подозрительной активности. Вот смотрите, 4 октября какая-то новая активность, входа в вашу учетную запись. Так, сейчас помогите защитить вашу учетную запись 19 сентября. Так, внесите обновление не позднее 22 сентября, чтобы сохранить возможность работать. Видимо, что еще тут было. Напоминаем, зарегистрируйте до 3 сентября, чтобы управлять. Ну, видимо, помогите защитить вашу учетную запись. Видите, в августе, то есть, видимо, они уже давно пытались. Так, 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 зарегистрируйтесь, перерегистрируйтесь. Ладно, по крайней мере, взлома такого я сейчас прям активного тут не вижу. Вижу, что это планомерная была работа у ИБМ. Подключение к новой платформе. Так, так, так. Тут уже май, июнь, июль, летняя ситуация. Летом у нас ничего не происходило. Что делать-то? Что делать, ребята? Так, при продаже товара... То есть, я пыталась выставить товар, хотела аукционами поиграться, порасшевелить. Но у меня остались вот только черновики. Нету ничего. Короче говоря, площадка Пионер. Теперь нам нужно там регистрироваться. Так, Пионер платежная система. Я по-русски забила. Что тут у нас? В общем, вы знаете, я слышала, что эту площадку, эту систему у нас Роскомнадзор, или Роспотребнадзор, в общем, заблокирован. И из России возможностей нет. И я пытаюсь вспомнить, я регистрировалась уже, пыталась зарегистрироваться. Так, ну давайте попробуем первый раз зарегистрироваться. По-моему, да, вот такая табличка все время выпадает в это окошечко. Не дает. То есть, по крайней мере, с Google Chrome не дает. Надо проверять с других браузеров, получится или не получится. Вчера я просматривала, что некоторые пытаются через ВПЛ заходить, но не советуют. То есть, возможно, стоит подождать, пока как-то согласуют российское юридическое право. Вот с Паунир, с платежной системой. Ну что, печалька. Печалька. Что будем делать, пока eBay будет разбираться? Так, я вспомнила, что я все-таки в Паунир, вот этот в Паунир, уже пыталась залазить. И как... А, что-то я на Патреоне, что ли, хотела регистрироваться. Там что-то тоже было связано с Пауниром, но не нашла у себя никаких записей. Видимо, у меня не получилось. Так, вот сейчас читаю Википедию. Что это за контора, публичная компания, Нью-Йорк, платежные решения. Так, Россия. Блокировка в России. Что тут написано? В 2015 году сервис прекратил работу в Крыму. Его крымские клиенты получили уведомления с предложением израсходовать имеющиеся на счетах деньги, так как с 1 февраля доступ к ним будет заблокирован. Доступ для жителей Крыма прекратили также PayPal, Visa и MasterCard. С 27 мая 2020 года Пионер также остановила работу с картами пользователей из России, предложив работать на белорусском рынке, где жители опасаются блокировки сервиса. Ну что я думаю, если гора не идет к Магомету, надо искать новые возможности. Давайте так, в помощь нам Facebook, Marketplace на Facebook дает новые возможности, можно что-то продавать пока тут. Так, что у нас тут? Вот я уже повыставляла несколько работ. Причем у меня на Facebook заведено два аккаунта. Как-то я один завела, как попало, второй уже получше. И сейчас первый удалить не могу. Ну и значит, что мы делаем? Используем все возможности, да? То есть я выставляю свои работы сюда потихоньку, это все заполнится. И второй вариант, какой мне пришел в голову, я вспомнила о посредниках WesternBit, о компании, которая всегда помогала торговать на ИТС, консолидированные отправки делала в другие страны. И в целом можно с ними подружиться, надо попробовать у них зарегистрироваться тоже. Они находятся в Украине, выводят деньги с PayPal, доставляют посылки за границу, ну и обучение у них есть. Как девушку-то зовут Маша Каганович, женщина, которая ведет на YouTube ролики, вот по WesternBit, по всяким разным маркетингам. В общем, я попробую регистрироваться здесь, помимо других площадок. Надо будет еще ярмарку мастеров оживить, закинуть туда денег. К Новому году дело идет, надо попродавать там. Я думаю, что пока eBay будет заблокирован, да, какое-то время пока там будет, возможность не будет, еще неизвестно. У нас остается ИТС, то есть те, кто успел на ИТС с PayPal работают по-прежнему. Те, кто не успел на ИТС зарегистрироваться, они оказались в пролетариях. Вот. Ну, а я думаю, что я на Фейсбуке повыкладываюсь. Почему нет? Затем, какой у меня еще пришел вариант? Я думаю, что теперь Авито и Юла у меня будут не точечно в моем городе. Я буду их выдавать. То есть поменяю местоположение, что товар находится, допустим, Москва и Санкт-Петербург. Попробую на большие города локацию поставить, посмотрим, что получится, да. И, ну, и по еще новой площадке. То есть пока такое хаотично, конечно, я пока не имею готового решения, чтобы вам что-то подсказать. Ну, всегда подсказки такие. Изучаем местный рынок, изучаем все возможности и не сидим. Вот все время, которое у нас простаивают продажи, можно заниматься новым, изготовлением новых работ. Так, услуги по, вот услуги по Вестернбиду я где-то читала у них. В целом оптимальные, ну, как бы за неимением лучшего оптимальные. Ну, кстати, вот что еще узнала. На Вестернбид, если вы зарегистрируетесь успешно, у них есть площадка, которая называется... Как же, как же, сейчас... Площадка у них называется Лавка. Лавки, лавки. И вот эти лавки, сейчас мы их найдем, они пишутся у нас немножко вот так. Так, так, лавки, лавки.com. И вот на лавки.com это бесплатное и без абонентской платы, и без платы за проданный товар место. Но оно привязано к Вестернбиду. Сначала нужно на Вестернбид, на посредников. Это вот их. Видите, какая происходит ситуация, когда в одном месте закрывается окошко, в другом что-нибудь открывается. Всегда нужно об этом помнить. Никогда не расстраивайтесь, не сокрушайтесь. Сегодня вот в одной из групп объявили зачистку тех, кто не торгует на местных рынках. И вполне возможно, что время, потраченное на споры с ними, лучше потратить на поиски новых мест. Поэтому всем помощь. Ищите и обрящайте. Пока-пока.